Прагматичность, близость к людям и динамичность. Вот три главные характеристики первых ста дней деятельности правительства Иона Кику. Об этом в эфире прямой линии на телеканале Первый в Молдове заявил глава государства Игорь Дадон. Подчеркну, что впервые за 10 лет в стране сложилось прекрасное сотрудничество между администрацией президента, парламентом и правительством. Это, по мнению Игоря Дадона, является залогом успеха и решения всех проблем, с которыми сталкивается население Молдовы. В внутренней повестке дня мы увидели, что это правительство и премьер-министры, и большинство министров стали ближе к народу. Давайте вспомним, когда правительство, которое мы назначили, тоже я назначил в июне прошлого года, Майсанду, как часто они были в районах, в селах, общались с людьми. И посмотрите, как работает это правительство. Глава государства напомнил, что правительство Кику начало работать в достаточно сложный период, когда перед стороной стояли серьезные вызовы. Однако, несмотря на непростую ситуацию, кабинет министров сумел показать хорошие результаты. Я считаю, что по всем внутренним вызовам, по внутренней повестке дня, это правительство справляется и справилось в течение этих 100 дней со своей повесткой дня. И с тем, что ждали от этого правительства наши граждане. Отметил президент и благоприятные изменения во внешнеполитическом плане. Так, Дадон подчеркнул разблокирование межправительственных отношений с Россией и налаживание отношений с Евросоюзом. Несмотря на общую положительную оценку деятельности кабинета министров, президент считает, что некоторые министры могли бы работать и лучше. В данной связи глава государства не исключил перестановок в правительстве. Я не хотел бы говорить, что кто-то не справляется со своей работой, но некоторые могли бы работать более эффективно. Поэтому я считаю, что в некоторых министерствах необходимы перестановки. Глава государства не раскрыл скобок и не назвал министерства, в которых могут быть заменены министры. Однако сообщил, что сейчас не время менять структуру ведомств, разделять их на несколько других, как это планировали ранее. Продолжение следует...